Для всех, кто работал или просто близко знал, Валерий Иванович Сергеенко, новость о его трагической гибели стала шоком. Коллеги-парламентарии рассказывают о его трудолюбии и готовности всегда прийти на помощь. Назглавляя комитет по делам села и агропромышленной политики, Сергей Сергеенко многие проекты брал под личный контроль. В день перед своей гибелью он находился в рабочей командировке, посвященной вопросам развития молочного производства на юге края. Своей соболезнованной семье погибшего выразили губернатор региона Виктор Толокунский, мэр Красноярска Эдхама Булатов и председатель городского совета Татьяна Казанова. Минуты молчания почтили сегодня память Валерия Сергеенко на заседании краевого правительства. Вот каким запомнили Валерий Ивановича его друзья и соратники. Вне всякого сомнения, не преувеличиваю, можно сказать, что это человек, который являлся определенным символом новейшей истории Красноярского края, который плоть от плоти являлся Красноярским. Красноярским прошел вот все ступеньки по карьерной, в самом хорошем смысле слова, лестнице от деревенского, что называется, агронома до человека федерального масштаба. Все, с кем бы я ни общался, все потрясены этим происшедшим событием. Безусловно, это потери. Это потери для близких, потери для тех людей, кто знал Валерия Ивановича. Потери для Красноярского края, потому что Валерий Иванович всю свою жизнь потратил на то, чтобы работать в интересах Красноярского края. На каких бы постах он ни работал, я искренне соболезную близким Валерия Ивановича, искренне соболезную всем тем, кто знал Валерия Ивановича. Я хочу сказать вот о чем. Я думаю, что есть большое количество людей, для которых гибель Сергеенко – это личные потери. Потому что их вынг как-то был связан с Олегом Ивановичем. Кому-то он помогал, продвигал, учил, на кого-то опирался сам. И сегодня очень многие связывали свою жизнь с его деятельностью, с его биографией, с его участием, с его вниманием. Поэтому просто есть люди, которым будет тяжело. Для нас, конечно, это такая... Ну, то есть, вы работаете, работаете, вы только с человеком встречались. Вот все только что. Он поехал в командировку, в которую ездил постоянно, очень много по краю. И вдруг посреди ночи приходит, ближе к ночи приходит сообщение об этой трагедии. Конечно, мы не можем пока с этим свыкнуться, мы не можем смириться, мы не можем пока произносить слово «был». Вот я не могу применительно к Валерию Ивановичу пока это произносить. Конечно, Валерий Иванович – это один из тех людей, которые приняли лицо законодательного собрания края. Потому что вопрос не в партиях, не в каких-то взглядах, вопрос в профессионализме, вопрос в отношении к делу, вопрос в принципиальности. Конечно, как другому, как шоковое состояние не назовешь. Потому что гибель такого человека, она действительно безвозвратная потеря. И нужно признать, что Валерий Иванович был замечательный человек. Он длительное время находился на руководящих должностях, еще и с советских времен. И тем не менее, он ни в коем случае не взлетел, не возомнил себя таким, будем говорить, отвлеченным, да, значит, что вот он великий. И тогда ни в коем случае человек, который действительно всегда старался помочь. Валерий Иванович был, знаете, похож на дипломата. Он грамотный, он знал очень хорошо территорию Красноярского края, он знал ее проблемы, он знал проблемы людей, живущих на нашей территории и проживающих. Мы понесли большую утрату. Сергей Енко за всеми проектами, за всеми предложениями, за всеми там видел людей. Он местный, мы красноярцы. Как можно банкротить, соединять, допустим, как-то все окрупнять, оптимизировать. А это же потеря рабочих мест, это же люди дома будут сидеть, это же пенсия, привет, маленькая. То есть вот это отличает, опять же, другого человека этого. И он всегда, когда какие-то проекты слышал, я просто понимал и видели это все, думал, какая будет потеря или какое будет привлечение для людей нашего края. Это отличает еще раз Сергеенко.